ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он покупает не просто подушку или матрас, он покупает здоровый качественный сон, он покупает бодрое пробуждение, он покупает хорошее настроение и свой рабочий тонус на весь день, он покупает, по сути, качество жизни. Здесь нет мелочей, и каждый человек должен создать в идеале спальню своей мечты. Мечты, конечно, у всех разные, но есть вещи, которые просто обязаны быть в каждой спальне. Во-первых, кровать. Нюансов при выборе много, но вот вам идея. Новинка – специальная расслабляющая ложа. Не пугайтесь, сверху просто кладется матрас. Пульт вам в руки, и можете поднимать либо шею, либо ноги, либо и то, и другое. Говорят, удобно очень. Цена – около 30 тысяч рублей. Ну какой же сон без подушки? И это, кстати, для самых приятных атрибутов для сна. Вот эта подушка, например, кукурузная. А еще эвкалиптовая – из морских водорослей, бамбука и других диковинных материалов. Все эти роскошества расслабляют, ароматизируют и обеспечивают крепкий сон. И формы подушечной встречаются неожиданные. Например, вот такой экземпляр сделан из специальной ткани. После нескольких ночей с такой подухой она запомнит форму вашей шеи и головы. И каждый раз будет специально под вас подстраиваться. А вот это совсем странный вариант. Подушка и на подушку вовсе не похожа. Это, скорее, кусочек пастилы. Такой кондитерский аксессуар для сна рекомендуем проблемным шеям. В путешествии хороший сон тоже важен. И если матрас или кровать с собой в дорогу вы не возьмете, то вот такую практически карманную подушку приходить нужно обязательно. В путешествии – это вещь просто незаменимая. В поезде, самолете и автобусе просто подложите под шею и уснете сладким сном. Такая еще и из шерсти натуральной, никаких искусственных материалов. Еще фишка – валики. Чем веселее, тем лучше. Настроение перед сном должно быть хорошим. Их рекомендуют просто раскидывать по кровати, а вось во сне пригодятся. Под щечку или бочок подложить. Можно даже пристегнуть к месту больному, например, в спине. Так вот прилегла захотелось, с валиком вместе. Хорошо. Одеяло убежало, улетела простыня. Чтобы такого не случилось, выбирайте их тщательно. Например, покрывало к зиме рекомендуют шерстяное, натуральное. Последний писк – шерсть верблюжья. Для детей что-нибудь полегче, пуховое подойдет. Не забывайте и про темноту. Она не только друг молодежи, но и хорошего сна. Тем, кому при свете не спится, в помощь ночные маски. Но специалисты предупреждают, сонные примочки – это хорошо и правильно. Но если без них уснуть вы не можете, то это уже совсем другая история. Когда этот ритуал, он превращается действительно в навязчивое состояние, это значит, что когда у меня нет, например, одеяла вот с такими цветочками, с такими рюшками, я уснуть не могу. Это уже скорее говорит о невротизации и о поводе обратиться к психотерапевту или психологу. Относитесь к ночному отдыху бережно и приятных вам сновидений!